Этот выпуск мы снимали почти три месяца. Именно столько длилось финальное судебное разбирательство о возвращении историческим владельцам Дома Евангелия. Это здание на Васильевском острове было построено общиной баптистов во главе с Вильгельмом Феттером в 1911 году и находилось в руководстве промышленного предприятия. И наконец-то сегодня можно с уверенностью сказать, что восторжествовала историческая справедливость. Здание окончательно вернули верующим. И сегодня вместе с ними мы зайдем в этот легендарный Дом Евангелия. Чего только не написано о Санкт-Петербурге. Столица Российской империи. Город Пушкино, Достоевского. Город трех революций. Но мало кто знает, что именно Санкт-Петербург – родина евангельского движения в нашей стране. Причем активными участниками евангельского пробуждения стали представители дворянства и аристократии. Кем были родоначальники современных евангельских церквей? Как они повлияли на город и страну? Какая судьба их постигла? Об этом цикл наших передач. Евангельский Петербург. Южная окраина Васильевского острова. Типичная промзона. Казалось бы, ничем не примечательное место на первый взгляд. Поэтому мало кто из петербуржцев знает, что именно здесь, на 24-й линии Васильевского острова, есть уникальный по своему духовному значению памятник архитектуры. Основанный самим Вильгельмом Фетлером дом Евангелия стал каменным символом торжества веры в период евангельского пробуждения. Почти век он находился в ведении режимного предприятия. Поэтому он был скрыт от посторонних глаз высоким заводским забором. За возвращение в свою обитель верующие боролись 20 лет. Поэтому сегодня у меня для тебя сюрприз. Мы встретимся с потомками человека, который родился в доме Евангелия более 100 лет назад. Но давай все же сначала поговорим о удивительной истории его создания. История баптизма в России началась в середине 19 века. Баптизм от греческого слова «крещение» — одно из направлений евангельского христианства. Баптисты проповедовали свободы вероисповедания и отстаивали отделение церкви от государства, за что, разумеется, подвергались гонениям со стороны правительства царской России. До революции за переход из православия в другие конфессии можно было получить 10 лет каторги. Первые баптисты появились в Петербурге в 1855 году. Несмотря на запреты и гонения, они собирались для молитв тайно. В 1874 году уже сформировалась крупная община, а еще через 10 лет был учрежден союз русских баптистов. В 1905, когда Николай II подписал указ о веросерпимости, баптисты получили возможность строить свои молитвенные дома и открыто проповедовать. Баптисты оборудовали для богослужений несколько помещений в центре Петербурга. Благодаря активности проповедника Вильгельма Фетлера к началу 1910 года собрания общины проходили в 11 местах. И самое большое собрание было в Тенишевском концертном зале. Он находился здесь, в доме 33 по Маховой. Сегодня здесь учебный театр, а раньше было частное коммерческое училище князя Тенишева. Князь Тенишев был не только успешным предпринимателем, но и любителем искусств. Самую большую аудиторию училища он оборудовал под концертный зал, который как раз и издавался религиозное общение Фетлера. Зал был выполнен в виде амфитеатра. Для религиозных собраний вполне подходило, учитывая, что Фетлер, по воспоминаниям современников, не мог проповедовать просто стоя за кафедрой. Он был ярким оратором и во время проповедей много ходил и активно жестикулировал. Это были одухотворяющие и артистичные выступления. Одновременно здесь собиралось до 700 баптистов. Но официально богослужениями называть свои собрания они не могли. По закону проводить религиозные собрания в арендованных помещениях было нельзя, поэтому свои встречи прихожане называли между собой лекциями пастора Фетлера. Прихожан становилось все больше. И вскоре этот зал стал тесен для общины. Фетлер предложил строить собственное здание и объявил всеобщий денежный сбор для покупки участка и будущего строительства. 30 марта 1910 года Вильгельм Фетлер получил уведомление, в котором говорилось, что император высочайше соизволил на разрешение означенной общины приобрести в собственность участок земли с находящимися на ней постройками, расположенные на 24 линии Васильевского острова, размером 718 квадратных сажений, стоимостью 42 тысячи рублей. В начале 20 века южная окраина Васильевского острова, где царь разрешил баптистам купить землю, в народе называлась чекуши, в честь колотушек, которыми на местных складах дробили отсыревшую муку. В ту пору здесь жилых домов практически не было, а была промышленная зона, бездорожье, грязь и постоянная вонь с Кожевинного завода. Запах стоял такой, что не справлялся даже ветер с Финского залива. Согласитесь, не самое престижное место. Так почему же Вильгельм Фетлер согласился на эту покупку? Алексей Валерьевич, скажите, почему царь выделил общение такое, скажем так, не очень престижное место? Ну, здесь надо всю историю рассказать. Дело в том, что с 1906 года общинам разрешили покупать, строить дома молитвы официально в Роскопере. Был большая дискуссия, два года, нужен ли вообще строить ли баптистов, нужно ли строить дом молитвы в столице. Он был жутко дорогой. У него было 20 домов построить в губерниях. И председатель святого баптиста Дима Мазаев сказал, он нужен принципиально, нужен дом молитвы в столице Российской империи. И начали подбирать участок. И в феврале 1910 года вот этот участок, купцы Кривошеевых, два брата, выставили на торги. И община, тогда было 140 человек, подголваемый Васильем Фетлером, подала заявку на участие в торгах. 42 тысячи рублей. А по закону, любая покупка религиозной общины свыше 5000 рублей, должно было утверждаться императором. Это была процедура. Ну, представляете, общине какой-то баптистов получить подпись государства императора. Ну, нереально. Это и сейчас не очень-то просто. Тогда было вообще непросто. Сами понимаете. Но Василий Фетлер, он был уже серьезный человек, ему уже в тот момент было целых 28 лет, он уговорил Столыпина, премьер-министра. И Столыпин 2 марта 1910 года уговаривает Николая Второго поставить С согласие и подпись Николая. И община начала сбор денег. И 8 сентября 1910 года был торжественно заложен первый камень. В честь этого съехались все русские баптисты и мировые. Тут был гигантский праздник, съезд. 8 сентября 1910 года в основании Дома Евангелия был заложен первый камень. А 25 декабря 1911 года было торжественное открытие. Руководил стройкой Илья Калиберда, довольно известный в Петербурге архитектор. Ему принадлежали несколько зданий на Петроградской стороне. При возведении Дома Евангелия Калиберда применил строительное ноу-хау того времени, использовал систему бетонного литья. Благодаря этой технологии здание и сохранилось до наших дней. Какая история Вам понравилась больше всего? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях ездил по всему миру. То есть его практически в это время не было. В горы он был Европа, Юг России, Канада, Америка. Он собирал. Не надо думать, что в Америке были большие деньги. Их тоже было немного. Я видел списки пожертвований. 50 центов, полтора доллара, два доллара. То есть это начало Великой депрессии. То есть я представляю вообще этот дом. Флигель – это четыре квартиры и книга издательства. Здесь были квартиры служителей. Большой зал в два уровня на 1750 посадочных мест и такой кольцевой балкон. И два нижних зала. Там была столовая благоварительная и зал для ночлегников. Подсобных помещений было не так много на самом деле, потому что по закону 1906 года можно было проводить богослужения только в собственных залах. Поэтому старались вместить как можно больше людей. Поэтому построили большой зал. Жизнь кипела в новом доме Евангелия два года. Шли богослужения, действовала воскресная школа для детей, велась работа с молодежью. Здесь помогали бездомным. Кормили, отогревали. Но началась Первая мировая война. Вильгельма Фетлера арестовали прямо во время богослужения. Обвинили в шпионаже и выслали за границу. Во время Первой мировой войны в доме Евангелия был госпиталь. В феврале 1917 года баптисты вновь вошли в свой храм, но, увы, ненадолго. В октябре здание конфисковали большевики. Пресс-фитер общины баптистов Иван Шилов писал ходатайство на имя Ленина с просьбой восстановить справедливость. И это случилось. В 1919 году верующие снова вернулись в родные стены. Но снова ненадолго. Службы в доме Евангелия на Васильевском острове продолжались до 1930 года. Затем его окончательно закрыли. Здание передали в ведение завода электроаппарат. В бывшем храме новые владельцы разместили клуб-столовую, оборудовали кинозал и библиотеку. Во время Великой Отечественной войны политика государства в отношении церкви несколько смягчилась. Уцелевшие евангельские христиане и баптисты объединились в Союз. Они собирались тайно, на квартирах. После многих лет нелегального существования в 1946 году Союз получил официальную регистрацию и помещение для собраний. Сегодня община евангельских христиан-баптистов это большая разветвленная организация, в которую входят более 50 приходов в Петербурге и Ленинградской области. Ну а в годы советской власти община располагалась здесь, на Охте. Здание было разрушено, бомбежки, стекла были выбиты, много было мусора, грязи. Смета была на 800 тысяч рублей. Но они своими силами справились и обошлось в 180 тысяч. Летом дали, а вот через 3-4 месяца они уже вошли и начали служение. Интересный факт, что хор практически изначально был организован. Это тоже вот. К 50-му году членов церкви уже было 3600 членов. Просуществовал дом молитвы на Охте и церковь 15 лет. В 61 году здесь начали притеснения. Вот. Ну и сказали, чтобы искали другое помещение, другое место. О каких еще исторических деятелях вы хотите узнать в наших выпусках? Пишите в комментариях. Долгие годы, пока община баптистов скиталась по разным помещениям, их родная обитель на Васильевском острове, оставалась в ведении завода. В бывшем храме размещалась клуб-столовая, кинозал и библиотека. Лишь в 1993 году верующие начали ходатайствовать о возвращении себе исторического здания. Борьба за возвращение дома Евангелия историческим владельцам длилась более 20 лет. Весь парадокс ситуации заключается в том, что формально здание вернули верующим еще в 2012 году. И все последующие годы велась борьба за подступы к объекту. Сегодня, когда все эти тяготы позади, уже просто не терпится войти вовнутрь. Дмитрий, это по-настоящему историческое событие. Во-первых, я вас поздравляю. Спасибо. Что все случилось. И прежде чем мы зайдем вовнутрь, расскажите, всю ли историческую территорию дома Евангелия удалось вернуть или нет? Территорию мы получили не всю, которую мы приобретали в начале 20 века. Мы ее получили по обрезу фундамента и небольшой пятачок, на котором мы сейчас с вами находимся. Мы бы хотели, чтобы здесь был воссоздан тот сквер, который был здесь. И я думаю, что это будет полезно не только для того, чтобы мы могли проходить, сколько для окружающих жителей, для жильцов соседних домов, которые могли бы... Экология, опять-таки, в центре, это будет весьма востребованно, на наш взгляд. Класс. Давайте зайдем? Прошу. Площадь около 3000 квадратных метров здесь. А библиотека вот здесь была, да? Правильно? Да, библиотека находится здесь. На этом балконе, зашитом, находится вот эта комната по гражданской обороне. Здесь кинооператорская, но был тоже такой один большой сплошной балкон. Ты сколько вмещала здесь, зал вмещала сколько? По документам тысячи человек, до тысячи там, 970 с чем-то мест. По факту, две с половиной тысячи, то есть, зал был полон. Ну да, сажали вообще всех, кто мог втиснуться, они... Я правильно понимаю, что это вот там, собственно говоря, и спрятан? Да, там, да, был витраж, скорее всего, он утрачен. Дмитрий, расскажите, что здесь уцелело? Видно, что как будто бы не очень много, но я уверен, что вы в курсе. По нашему мнению первоначальному, здесь уцелело самое основное, это несущие конструкции. Основной упор мы будем делать на это. В ближайшее время сюда придут специалисты, которые дадут нам свое заключение именно на бумаге, чтобы мы могли уже подготовить проект реконструкции. Скажите, а много перестроек было зданий? Да, конечно, очень много, и здание было оптимизировано, так скажем, по своему пространству под нужды завода. Центральный зал был перестроен, были зашиты балконы. Кстати говоря, вот мы сейчас с вами стоим на одном из балконов, левая часть как раз. Здесь находится библиотека. На правой части балкона сейчас располагается пункт гражданской обороны. Этот зал порос мхом. Скажите, есть какие-то планы, что будет в первую очередь восстановлено, и на что брошены будут силы в первую очередь? В первую очередь силы будут брошены на вывоз вот этого всего хлама. Снос, наверное, даже не снос, демонтаж аварийных конструкций каких-либо, всякие старые трубы, электропроводка может быть, еще какие-то инженерные коммуникации. Мы очень рассчитываем в этом году здание перекрыть, так скажем, все протечки в кровле. Здание своеобразным образом законсервировать. Да, возможно, зашить окна, возможно, даже сможем здание полностью затянуть снаружи пленкой специальной. Если у нас это получится, слава богу. Но вот основные задачи – это вывоз мусора, кровля и консервация. Ну, насколько я понимаю и знаю, здание строили практически всем миром. Очень много было меценатов, очень много было людей, которые вкладывали свои средства, и вот здание появилось. Сейчас, наверное, будет примерно то же самое, насколько я понимаю. То есть здание будет восстанавливаться тоже средствами пожертвований. Да, вы абсолютно правы. Для этих целей мы сейчас открываем отдельный счет банковский. И будем рады всем, кто от чистого сердца желает в этом поучаствовать. Пожалуйста, милости просим. На самом деле, тут даже вопрос стоит не столько деньгами, средствами, какими-то материалами участия, сколько молитвой. Это больше всего нас беспокоит, чтобы люди молились и оказывали нам молитвенную поддержку. И я могу сказать, что наши братья из-за рубежа, у них огромное, широкое сердце, они готовы сюда приезжать бригадами и трудиться на восстановление этого дома молитвы. Здорово. Удивительная и трагичная история дома Евангелия тесно переплетена с судьбами его прихожан. В 30-е годы печальная участь постигла все руководство общины. Они были арестованы. Одни расстреляны, другие погибли в лагерях. Кровавое колесо репрессии прокатилось и по семьям рядовых служителей храма. Но некоторым все же удалось спастись, сохранив веру. А сейчас мы познакомимся с историей одной семьи, чьи корни тесно переплетены с историей дома Евангелия. Это Татьяна Куявская. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько нам известно, ваш прадед Георгий Скрипко был управдомом дома Евангелия, а ваш дед Николай Куявский был хористом. И помимо того, что они служили в храме, они там еще и жили. Я правильно понимаю? Да, все верно. Все верно. Дед Георгий Скрипко, прадед вернее, он был управдомом, он был диаконом, он был миссионером, проповедовал в Доме Евангелия. Почему жили там? Он имел 13-комнатную квартиру около Витебского вокзала. Это было до революции. Ну, после революции квартира была отобрана, и Дом Евангелия приютил. Выделил какое-то там жилье, комнату или квартиру, не знаю точно. Дед мой Николай Куявский, он является зятем для Скрипко. Он женился на дочке Скрипко Александре и тоже жил в Доме Евангелия. Он был солистом хора, проповедовал и был художником-формителем. Вот стенды, которые были на заборе Дома Евангелия, это его работа. Они жили с 1911 года, с открытия, собственно, и по 1930-й, закрытие Дома Евангелия. Так, а и что с ними произошло дальше? Дом Евангелия был закрыт, отдан заводу электроаппарат. Их расстелили, дали им комнаты в коммуналках на Васильевском острове. Расскажите, что это за значок у вас такой интересный перед вами лежит? Вы периодически его крутите в руках. Это наверняка очень важная часть истории. Да, это очень ценность большая. Этот значок принадлежит моей тете. Он прямо подлинный значок члена церкви Дома Евангелия. Дело в том, что церковь-то была большая, там до 2000 членов церкви. И чтобы в те годы, когда уже гонения, какие-то притеснения верующих, чтобы на членские собрания не попадал человек чужой, у каждого члена церкви был такой значок. А, вот так вот. То есть, пожалуйста, по нему проходишь. Эта монограмма означает «Христос распитый, жив». А «белое сердце» означает «чистое сердце, преображенное Богом». Ну и «семь граней». Семь – это число такое полноты. Ну, библейское число. Красный цвет крови Христа. Наверняка кто-то из них рассказывал вам, как Дом Евангелия строился. Может быть, закладка, не закладка, или, по крайней мере, первые богослужения. Расскажите про это. У меня такой есть семейный альбомчик. Тут как раз-таки про закладку камня фото есть. И вот на старых фоток везде мой прадед или дед обязательно есть. Вот здесь даже стрелочкой я указала. На третий этаж не хватало средств. И моей бабушке было тогда 6 лет еще. И она помнит, как богатые дамы на богослужении снимали с себя вот это золото, кольца, серьги. И складывали почему-то прямо на пол, на первом этаже. И такая образовалась кучка из золота. И в дальнейшем на эти средства был построен третий этаж. Невероятно. В 30-е годы, когда здание уже передали заводу и так далее, как сложилась судьба служителей? Сначала церковь скиталась по разным залам. Но пошли вот эти 30-е годы, сталинские репрессии. И в 37-м году очень много арестовали служителей. Одного арестовывали, на его место становился следующий, потом следующий. И так 2-3 месяца буквально вот пресс-витер исполнял свои обязанности, его арестовывали следующий. В 37-м году репрессии коснулись и нашей семьи. 20 августа 37-го года мой дед Николай, ему на тот момент было всего 33 года. Это вообще молодой мужчина. Он по случаю дня рождения забрал сына 7-летнего в город. Семья была на даче. Они приехали в квартиру на среднем. Но в час ночи позвонили в квартиру. Вошли несколько человек со штыками открытыми. Двое стало у дверей охрана. Остальные стали делать обыск. Ненужные, неинтересующие книги они бросали просто на пол. Конечно же, мальчик, это мой дядя Александр, он проснулся, он не спал, он все понял. Отец его тоже понял, чем это все закончится. И отец его, Николай, он сел за стол, взял просто из блокнотика листочки, такие узенькие карандаш, и стал писать записку своей жене, как бы прощальную. У нас эта записочка дома у моего отца до сих пор хранится. Она вот такая, ну, здесь видно хорошо текст. Текст очень трогательный. Я могу даже зачитать. Каждый раз читаю, каждый раз просто слезы. Он пишет, милая моя Шуронька, вот тебе испытания в жизни, но будь умна и помни, что я в руках у нашего отца, который хранит простодушных. И надеюсь на него из-за вас, из-за себя так крепко, что никто и ничто не имеет силы надежду эту вырвать из моего тайника души. Оставайся с Господом, он твоя теперь защита больше, чем я. Когда он писал эту записочку, мой дядя 7-летний стоял, рядом наблюдал, как слезы текли у папы и прямо вот капали на записочку, туда же следы есть. И его увезли. Черный воронок стоял в переулке Репина, тогда Соловьевский назывался. Там до сих пор брусчатка эта сохранилась, двор эта, эта лестница, по которой его вели. На утро, так как прадед мой жил тут же, в этой же квартире, он взял своего внука, и они поехали на дачу сообщить вот эту вот трагическую новость своей дочке. И мой дядя, он всю жизнь, говорит, у меня прямо в ушах, говорит, стоит, как мы шли от электрички в Бенгардовке до нашего домика, там минут 10, и вот этот скрип дедовских сапог и тишина вот такая вот напряженная. Интересный момент, что когда еще уезжали они с дачи, мой отец, ему было 3 года на тот момент, он стоял на балкончике и махал рукой «папа, папа, папа». Ему мама потом сказала, что никогда такого больше не было. Как будто бы вот чувствовала, что он уже навсегда расстается. Через 10 дней повторилось все в точности. Тоже звонок ночью, и пришли уже за моим прадедом. Почему вообще за ними пришли? Дело-то в том, что когда дом Евангелия закрылся, потом и другие залы закрылись, запретили вообще собираться верующим. Мой дед и прадед, они все равно собирали у себя на квартире небольшую группу верующих. Ну, так многие делали. Вот, ну и соседи доложили. Вот он, прадед, а это его жена Ксения. Вот эта Ксения, она вышла в ночной рубашке, видит такое дело, и в первую очередь она взяла вот это вот Евангелие, принадлежащее мужу. Оно такое с пометками красными. Вот видно, что он читал, изучал. Она его взяла, просто прижала к груди. И НКВДшники, они хотели забрать, они же все такое забирали. Вот, но она, видимо, настолько уверенно сказала, не отдам. И они как-то вот постеснялись, все-таки женщина пожилая, постеснялись отнимать насильно. Поэтому оно у нас до сих пор в семье есть. Бабушку мою и прабабушку, то есть их жен, вместе с пятью малолетними детьми, там от полугодика и до семи лет все пятеро были, бабушке было 32, их отправили в ссылку. И спросили, причем перед этим у бабушки, куда вы хотите поехать. Она ответила так кратко, четырьмя словами, туда, где больше хлеба. Потому что дети, их отправили в Кировскую область, их подселили в какой-то ангар кому-то, где-то потом еще кому-то в угол, и у них не было своего жилья. То есть они скитались, пока уже мой папа не вырос до 19-летнего возраста и не построил ей какую-то вот хату. Они скитались вот так вот по разным углам. Вот эта вот Ксения, прабабушка, из барака выходила часто, берется какой-нибудь еды, то, что там было. У них как раз дорога проходила, поворачивала перед бараком, и там ссыльных заключенных сажали отдыхать. И вот они пока сидели, она там что-нибудь даст поесть, и все, справки наводила. А вы не видели моего Георгия, не встречали? Так вот она надеялась все-таки, что он жив. Они обе не знали, что их мужья были расстреляны в течение месяца. Им сказали, что они нас 10 лет посажены. А по документам потом, значит, что через там сколько-то, пару недель они уже были расстреляны. Я правильно понимаю, то есть, получается, ваш папа родился в 1934 году здесь, в Ленинграде, и все тяготы ссылки вместе с бабушкой, с вашей, они вместе прошли? Да, получается, что в три года он попал в ссылку. И, конечно, все помнит. Он даже вот книгу написал «Остаться верным». Это такая биографическая, начинается с Дома Евангелия, и вся их судьба в ссылке. И много он чего рассказывал, вот такой момент хочу рассказать. Он говорит, что когда он не мог ходить в школу из-за того, что просто не было ботинок, как-то раз мама полезла в шкатулочку, достала что-то тихонечко и ушла. Через час она вернулась и принесла ботинки. Они были не новые, понятно, там, ношенные, но крепкие, добротные. Он ее спросил, на что ты купила? И она тогда призналась, что она продала кольцо обручальное, золотое, с гравировкой от своего мужа. Не помню, что там было написано, от Николая. Это было не в первые годы. Она его берегла в самом ценном месте, в комоде там у нее лежало. Папа, конечно, очень это ценил, насколько она вот, на какие жертвы она шла ради детей. Конечно, растила она их без церкви, без верующих. Единственной поддержкой были письма. Некоторые такие же ссыльные жены, ее подруги по хору, они и писали. Второй удар у нее, это уже в Новосибирск, когда их отправили на вечное поселение. Если в Кировской области им говорили, что на 10 лет, а там уже сказали, подпишите, вы едете на вечное. Там у нее погиб старший сын, первенец, в 19 лет. Вот так папа говорит, что она шла за гробом. У нее не было истерика, она не плакала. Она, конечно, такая была женщина сильная, она все внутри переживала это. Но, насколько я понимаю, бабушка ваша осталась верующей до последних дней, несмотря на все тяготы. Я ее хорошо помню. Мне было 11 лет, когда она умерла. Она была очень крепкой христианкой. Она имела веру поразительно крепкую. И она нас пыталась воспитывать, помогать родителям тоже в вере. Например, когда я пошла в первый класс, она меня завела к себе в комнату и сказала, что вот лежит Библия большущая такая. Заходи каждое утро перед школой и читай салом какой-нибудь. Расскажите про вашего отца. Когда они вернулись в Ленинград и как дальнейшая судьба его сложилась? Как он сохранил веру в конце концов? Потому что все было нацелено на то, чтобы как раз таки искоренить полностью все воспоминания. Мой отец, когда в 1958 году они приехали, как я сказала, в деревню Блобицы, поселились. Когда они уже в Ленинград смогли переселиться, ему было 26 лет. Он стал ходить в церковь, где и познакомился с моей мамой. Она была из новообращенных христианок, горячих, бывшая комсомолка. Ей было 24 года. Про нее даже статьи в газете писали, что проглядели человека, упустили комсомолку. Он женился, и достаточно вскоре он стал служителем. Потом его рукоположили на благовестника. И многие-многие годы, в советское время как раз, он был благовестником, ездил по всей стране, распространял Евангелие по церквам, развозил, когда это было запрещено. Но даже два года он находился в розыске, потому что его хотели посадить за его деятельность. Ему пришлось быть в розыске. И я помню до сих пор, как в канональной квартире, когда мы жили, там же соседи масса, 10 комнат, по-моему, было у нас. И соседи одна работала, хоть и уборщицей, но в большом доме. И она все время пыталась донести, когда он приезжал иногда. Раз в месяц он приезжал, мама ему лампой светила в окно, сигналы подавала, что можно, что никого нету из соседей. Вот, приезжал. И так вот он всю жизнь служил Богу. Весь северо-запад, Прибалтика, в Сибирь, он везде, вот это его была деятельность. Когда они вообще еще перед свадьбой, мама мечтала иметь большую семью. И она молилась, Господи, если ты у меня пошлешь богобоязненного мужа хорошего, я вот рожу столько детей, сколько ты дашь. И у них это обоюдное было желание такое. Вот мы 10 появились, кстати, здесь вот мы все маленькие в детстве, это в юности, это взрослые. Старший брат пастор. У нас остальные, практически все, служат Богу в разных церквах. Семья Куявских, как и вся община баптистов, верят и ждут скорейшего начала ремонтных работ в Доме Евангелия. И, конечно, будут принимать посильное участие в возрождении своего общего дома трудом и молитвой. Что ж, будем надеяться, что средства на ремонт отыщутся так же оперативно, как и на строительство. И Дом Евангелия предстанет перед нами в своем историческом великолепии. И на его фасаде, как и сто лет назад, будет красоваться надпись «Бог есть любовь». Субтитры создавал DimaTorzok